Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Михаил Орешников. Мы хотим, он из Чувашии, сейчас он в эмиграции, но, так сказать, оригинали, изначально из Чувашии, мы хотим обсудить проблемы будущего России. Вместе с ним, ну, я попрошу Михаила представиться, потому что его, может быть, не очень хорошо знают моя аудитория, хотя я к Михаилу обратился с предложением сделать интервью по наводке, по просьбе одного из подписчиков или даже друзей своих. Представьтесь, Михаил. Хорошо, давайте я, наверное, сделаю такую краткий эксказ, свою биографию, такие основные точки. Это, наверное, вход в революционную деятельность у меня был в 2009 году, когда мы кидали коктейль молотова в отдел полиции с нашими ребятами, с моей группировкой, можно сказать так. И готовили зарчатки. В общем, у меня тогда было лет 20, я хотел прямо начинать жарь в лицо делать. Прошло время, после этого я вышел из тюрьмы и стал заниматься уже социальными проектами. Делали мы ячейку одареструкта, делали различные другие ячейки различных социальных проектов всероссийских. И в том числе мы таким образом набирали аудиторию, которую уже настраивали оппозиционно, показывая им, что вот власть ничего не делает, а мы делаем. Таким вот образом действовали. И уже в 2013 году, когда мы поддержали Майдан и Украину, на меня начали заводить всякие фейковые дела. В частности, вывезли в отдел полиции, где настучали по голове и написали рапорт о том, что я ударил сотрудника при исполнении якобы. И я перед судом уже свалил в Украину и попал в АЗОВ, в пресс-службу. После пресс-службы АЗОВа я уже начал заниматься больше творческой деятельностью. И когда началась полномасштабная война, я вновь вернулся уже в такое политико-революционное русло. И собрал всех знакомых из чувашских разных движений, которые занимались той или иной оппозиционной формой деятельности. И мы образовали общий, скажем так, Совет Чувашский, куда вошли уже лидеры и представители как либеральных движений, так и радикально правых, как ни странно. И бывшие анархисты туда вошли, и чувашские националисты, и даже представители русских националистов, которые поддерживают независимость Чувашия. Вот. И такой вот команды начали работать. Потом мы вместе с Всемирным Чеченским Конгрессом и другими диквиниальными движениями в Союзе организовали такой проект, как Коалиция, куда вошел Кавказский Союз в полном составе, бывшие члены Альянса и Ассамблея, это казачья организация за независимостью, представители воюют за Украину сейчас. Это и корейское национальное движение с другими финно-угорскими движениями в рамках структуры солдат Великой Финляндии, куда входят, пожалуй, представители всех финно-угорских народов, которые хотят отделиться от России. и ряд региональных проектов, таких как Белгородская Народная Республика. И как бы это ни звучало мемно, такое движение реально существует, причем с 2011 года. Просто знают об этом белгородцы, но не все остальные. Вот. Поэтому многие думают, что это пародия на ДНР, хотя наоборот. ДНР, пародия на БНР, просто не все в курсе, что раньше появилось. Вот. Ну, пожалуй, пока что все на этом. Давайте, наверное, перейдем к другим вопросам. Да. Значит, очень интересно. Вы хотели нажать на свой микрофон, чтобы эха не было. Очень интересно. Вы представляете, так сказать, регион, один из регионов России, который стремится к независимости. И в этом, по всей видимости, будущее России, возникновение многих государств на территории России. Независимых государств по типу дезинтеграции вот этой огромной империи Советского Союза. Насколько вы видите в этом продолжение распада Советского Союза? И почему в 1991 году не возникал вопроса о независимости? Ну, мы знаем пример только один. Чеченская республика. Второй пример – это Татарстан. Недалеко там от вас тоже. Но заявления о независимости не было. Было заявление о относительной независимости. Почему, вы думаете, при распаде СССР все это не проявилось? Дело в том, что мы не планируем повторять ошибки наших предшественников, которые доверились Москве и подумали, что на этот раз Москва не обманет, и точно у нас будет точная автономия, и точно у нас ее рано или поздно всякими махинациями не заберут. Практика показывает, что забирают. И почему так происходит? Потому что дезинтеграция просто всегда выгодна на местах. Поскольку лучшая Чуваша будет торговать там, например, напрямую с Казахстаном, он нам ближе по территории, по границам, нежели там другие, например, страны, нежели мы будем спрашивать разрешение Москвы, делать нам этого или нет. Плюс федеральный центр всегда жадно пополняет свои карманы и требует деньги у регионов, потом выделяет часть взятых денег через НДС и другие скрытые налоги в виде дотаций. В случае с Чувашьей они 30% возвращают в чувашский бюджет в виде дотаций, рассказывая, что вы дотационный регион, поэтому вот Москва вас кормит, так что вот вы должны радоваться, что Москва вас не бросает, иначе вы вообще не выжили. Но это все ложь. Такими сказками кормит, пожалуй, каждый регион сейчас, и поэтому у них мысли не особо возникают отделяться, тем более после того, как чеченцев очень жестко подвергли геноциду, уничтожив более 200 тысяч людей. Фух, и сейчас мы видим распад России несколько другим, более тонким путем, хоть и не менее военным, я бы сказал. Просто мне кажется, в той ситуации ошибка была в том, что Чечня решила в одиночку отделяться, не особо договорившись с другими республиками. А сейчас у нас, по сути, есть коалиция, в которой мы уже между собой договорились. У нас будет по плану около 45 стран новых вместо России, куда входит и русское национальное государство, которое будет в центре в Москве, которое, собственно, освободят русский добровольческий корпус. Это их планы. И у всех остальных членов коалиции у них будет тоже свое государство. Каждая организация в коалиции развивает для этого у себя в регионе подполье, центры какие-то взаимодействия с информацией, взаимодействия с населением и коммуникацией, дипломатическое представительство и так далее. Ну и в рамках коалиции мы друг друга поддерживаем, помогаем. Понятное дело, что у нас часть движений новые, часть очень старые. Например, там Северный Чеченский конгресс, он в 1995 году еще был основан при Дудаве. Тоже Лучеварское движение у нас буквально появилось в прошлом году в том формате, в котором сейчас существует. Хотя оно создано как бы из уже существовавших движений по факту. И перспектива всего этого есть, просто на этот раз это все будет происходить иначе. Это, наверное, надо как-то подробнее расписать, да? Каким образом это будет происходить? Нам интересно, и если не трудно, значит, вы очень разные, насколько я понял. И даже внутри вот этого чувашского движения люди, являющиеся сторонниками, ну вот, маленьких империй, люди, являющиеся сторонниками анархистских, левых идей, правых идей. Как вам удается сочетать это? По всей видимости, у вас там и коммунисты даже есть? Вот коммунистов, честно, не встречал еще. Есть разве что анархокоммунисты, если это можно так назвать. Если сравнить их можно с коммунистами в привычном смысле. Как нам удается? За счет того, что мы не строим иерархию по классическому принципу, мы делаем ее по сетевому принципу. То есть, это применяется, например, в блокчейне, в криптовалютах, это применяется в различных либертарианских проектах, в айтишке в некоторых компаниях внедряются. Ну и, собственно, я был автором именно внедрения такого подхода к структуре организации, для того, чтобы у нас не было ситуации, когда один человек находится над другим, и он обязан первому подчиняться и так далее, что вызывает стремление различных чищенных личностей стремиться к власти над тем, чего еще как бы нету, по факту. Россию еще не развалили, не за что еще бороться, по сути. И они уже начинают по своей натуре. И в силу того, что структура сетевая, какое-либо взаимодействие между отделами и организациями возможно только добровольным путем, и только за счет позитивной коммуникации, за счет того, что одни делают хорошие вещи другим, помогают, собственно, поддерживают друг друга. И таким образом мы, будучи разносторонними, находим возможность друга поддержать в том, чем другие, например, слабее. К примеру, у анархистов лучше развит осинты направление. Они хорошо пробивают различную информацию. Ну, различную информацию, у них хакеры есть, работают хорошо. Они вот эту нишу, например, могут, ну, по факту берут. Либертарианский проект наш, Чувашский, он занимается вот сейчас внедрением криптовалюты Чувашской. Об этом тоже надо отдельно, наверное, рассказать. И те же, например, казаки, чеченцы, карелы, они воюют в рамках украинских подразделений, такие как батареона шейха Мансура имени имама Шамиля, это дагестанский, Кавказский регион, куда грузины входят и другие кавказские народы. Ну, и там целых, по-моему, 12 кавказских подразделений военный комитет организовали в рамках Кавказского союза, который входит в коалицию, с которой мы союзники. И таким образом каждый берет на себя свои сильные стороны и помогает другим таким образом. И благодаря этому в том, что мы разные, мы получаем преимущество, а не слабость какую-то, которая может способствовать расколу. Ну, и на всякий случай, если будут какие-то все равно раскольные движения, у нас интегрирована система третейских судов, которые позволяют любому лицу подать, по сути, иск на другое лицо, и третейский суд будет уже его разбирать, где будут уже квалифицированные юристы, разбирать ситуацию, выяснять, кто прав, кто неправ, и кто какой ущерб должен кому изместить. Собственно, даже вот есть кейс, где Вадимир Дубовский подал в суд на Михаила Светова за публикацию на сайте СВТВ о том, что Дубовский является сотрудником СП, если я не ошибаюсь. И это дело рассматривает четыре квалифицированных юриста до сих пор. Там очень много нюансов, поскольку дело о клевете и большая статья. Да, скажите, пожалуйста, насколько все-таки будущее устройства государств волнует вас? Дело в том, что мы с вами имеем два очень ярких примера. Это то, что произошло сто лет назад, когда российские либералы, либертарианцы тоже, ну, в современном понимании, попытались объединиться с большевиками, с радикалами, с бандитами. И главное предположение при этом было о том, что они будут пробивной силой, мощной. Они, так сказать, вот в современной классификации, они со своими фаерами им удастся раскачать режим. И тогда либералы легче придут к власти. Примерно такая же точка зрения существовала в 10-м, 11-м, 12-м году, что необходимо объединять с националистами, коммунистами для того, чтобы они стали пробивной силой, радикалами. Вот. Мы с Валерией Линчиной и Новодвазской предупреждали о том, что такое объединение приводит к уничтожению всякой идеи вообще оппозиции, потому что эти люди начинают служить идеям режима, идеям раскола оппозиции. Вот. И, ну, так и произошло. Понимаете? В какой степени будущее России вы готовы сегодня определить, назвать? Вы хотите в будущей России демократию или вы, как вот очень любят русские националисты говорить, свалим Путин, а потом разберемся? Вот то же самое говорили большевики, там свален царский режим, а потом разберемся. Ну и результат вам известен. Я скажу честно, я не думаю, что у либералов есть хоть какие-то шансы прийти к власти в большинстве будущих стран в силу просто местной конъюнктуры. Даже, ну, просто если ввести там везде демократические выборы, вот максимально честные и прозрачные, просто либералов там не выберут, и все. Выберут ультраправых, либо просто правых умеренным. Какая причина? Почему? Потому что то, что предпочитает население глубинное, оно, как правило, обусловлено, ну, я имею в виду политические предпочтения, но обусловлено их воспитанием и то, в какой среде они находятся. И чем более стрессовая и агрессивная среда вокруг них, Путин специально их доводит до такой среды, тем более, скажем так, больше агрессии они, в принципе, испытывают внутри себя, и тем более агрессивные взгляды они предпочитают выбирать. Там, где есть какие-то враги, там, где надо против кого-то бороться и так далее. Когда же общество находится как бы в богатстве и в какой-то там, ну, с возможностями развивать свои проекты, бизнес, там, как-то жизнь свою налаживать, их радикальные идеи не сильно интересуют, им интересно как-то эти ценности больше, свобода, любовь и так далее. Вот. И так уж вышло, что в России там свобода и любовь как-то, ну, присутствовала где-то в Москве плюс-минус, там, в Сочи, там, Питер, ну, каких-то вот небольших вот уголочках, где экономические условия способствовали, собственно, тому, что люди плюс-минус жили нормально. Но в большей части России люди живут просто ужасно, именно поэтому они готовы верить в любую идею, где есть ненависть. Именно поэтому у любых политических организаций, которые предлагают что-то радикальное правое, у них шансов больше. Я в этом плане решил эту тему немножко обойти, я просто предложил радикальное либертарианство, потому что оно может быть радикальным относительно российской власти очень легко, с одной стороны, и привлекать этим радикалов, а с другой стороны, оно предлагает идею защиты, собственно, защиты субъектности. То есть никто не имеет права навязывать другому. Ты хочешь быть агрессивным, там, окей, покупай себе ружье на своей земле, стреляй, там, не знаю, там, по мишеням, что хочешь, сделай, пожалуйста. Других не трогай, тронул другого, все, на тебя подали в суд, тебя там суд мог приговорить, там, к чему-то штрафу, либо застрелить. Это позволит людей, как бы, хотя бы, даже будучи агрессивными, научиться понимать, что такое личные границы и соблюдать их, потому что у других людей будет возможность защищать свои личные границы. Сейчас же, как бы, Россия всех людей того и другого лишила и превратила просто, ну, по факту, не знаю, ну, в очень стрессово подавленное общество, которое уже не особо имеет ресурс хотя бы своей головой хоть какие-то мысли создавать. Статистически, как вы это оцениваете? Сколько из этих, ну, грубо говоря, 45 государств возникающих, сколько из них будут демократическими, а сколько будут, ну, такими, в конце концов, деспотиями, потому что отсутствие демократии, отсутствие в этом коктейле элементов сдерживания о присутствии, наоборот, радикальных элементов приводит всегда к диктатуре, к жесткой диктатуре. Собственно говоря, мы видели это и в Советском Союзе. При распаде Советского Союза в Центральной Азии образовались достаточно жесткие деспотии, хотя политический процесс начинался как демократический. Статистика, с вашей точки зрения, какая она? Сколько процентов демократии, сколько процентов деспотий? Многое зависит от характера распада. Если распад будет неконтролированный, и это будет либо в силу отделения просто местных политиков от Москвы, дезинтеграции с использованием своих-то местных, каких-то частных армий, либо в силу такого сценария специфического, как расширение межнационального конфликта, который уже присутствует в обществе между мусульманами и русскими правами, которые регулярно друг друга убивают на улицах и снимают видео об этом, это может тоже перерасти в более крупные противостояния, поскольку общество, которое находится в постоянной агрессии, очень легко заводится на межнациональные конфликты, и их сложно в этом плане остановить. В этом случае будут скорее деспотии в такой ситуации, однако есть интересный шанс. Вот, например, у нас в коалиции есть такие специфические правы, которые вроде как не против деспотии временной, но при этом идейные минорхисты и любезители Сингапура, считающие, что вот госмешательство в рынок, оно вот вообще нужно минимизировать его, вот, например, из Сингапура. Мы вот специально, кстати, для них проводим, скажем так, беседы, либо так такие мини-лекции о том, ну, как вообще строить экономику и так далее, для того, чтобы она эффективно и свободно работала, что может создать, по сути, такой эффект, я бы сказал, Португалии, Чили. Это ситуация, когда диктатор был правым экономически, он создавал более свободный рынок, чем его демократические соседи, и в силу того, что свободный рынок, он порождал изменения в ментальности общества, где у людей ценности смещались, и у них возникал запрос на свободу, диктатура мягко свергалась, либо диктатор сам просто уходил. Было полно таких примеров. Именно там, где диктатура использовала свободный рынок. Именно коммунистических диктатур, я не думаю, что они предполагаются, они могут предполагаться разве что в случае, если будет распад, я бы сказал, междунациональным конфликтом, который начнет раскалывать страну, и если те правые, которые сейчас есть в той же коалиции, не смогут стать авторитетами для тех сил, которые будут в этих конфликтах участвовать. Поскольку одной из идей является, лично моим предположением, что эти правые авторитеты, они смогут людей, которые будут в этих конфликтах участвовать, не то что смирить, но, скажем так, разделить по странам, просто-напросто, и за счет этого помирить. Потому что уже не будет за что бороться, люди будут в разных странах жить, и не будет этого эффекта, который же породил Гитлера. Это эффект многонациональной Австрии, где создавались, в империи при этом, многонациональной империи, где создавались конфликты именно из-за имперства, из-за запроса на доминацию, и это порождало Гитлеров. Это не тот эффект, который должен возникнуть, потому что у нас сейчас идет тенденция на либертарианство и на свободный рынок, который будет порождать и свободные умы, как следствие. Ну, то, что вы рисуете, вы знаете, приводит к выводу, что все-таки вот эти межнациональные, межрегиональные конфликты приведут к такой борьбе за доминирование, то есть практически гражданскую войну, это можно называть по-разному, но это все равно ситуация конфликтов, которая будет развивать противостояние, что ли, регионов. Насколько вы видите желание, возможность различных региональных групп доминировать вот в этом процессе? Ну, вот сегодня уже можно моделировать. Есть ли эти группы? Я просто вижу это по кавказским примерам. Группы, которые пытаются доминировать, которые говорят не там, ну, очень упрощенно, не отстаньте от нас, мы сами решим, не вмешивайтесь в наши территории, а которые предлагают, так сказать, особенно правые националистические движения русские, которые предлагают, ну, такие доминантные модели взаимоотношений. То есть мы будем решать, насколько вы будете свободны, независимы от нас. Вот. И тут же я хотел бы вам сказать, что в сегодняшней ситуации отсутствие экономики в России, когда Россия существует за счет сырьевых ресурсов, энергетических ресурсов, бюджет просто в принципе не пополняется налогами с бизнеса. И в этом, в этой ситуации, ну, не должно быть никаких заблуждений. Все, почти все региональные бюджеты являются зависимыми. То есть они являются примером дотационных бюджетов. Почти все. Хотя, значит, я с этим в девяносто первом году, у нас был такой тур по всем, почти по всем республикам Советского Союза, каждый из лидеров говорил о том, что Москва отбирает, Москва доминирует, Москва несправедливо, так сказать, забирает ресурсы регионов. Но это такая распространенная болезнь, которая, ну, очень быстро после распада Советского Союза привела к пониманию того, что регионы не в такой степени могут быть независимыми, как им кажется. Ну, возьмем, к примеру, Эстонию. Мне очень нравится их пример, потому что, скажем так, их страна породила президента-программиста. Я сам просто с 8 лет программирую. И меня его деятельность несколько вдохновила, потому что он оцифровал, по сути, максимально все государство, что позволило устранить большую часть чиновников. И, с другой стороны, сама Эстония настроила довольно свободную экономику, которая позволила им, казалось бы, вот такой вот стране, которая республика без ничего буквально, стать более экономически развитой, чем, не знаю, средний регион, оставшийся в России. Подобная история была в Грузии, когда Каха Биндукидзе, будучи либертарианцем и премьер-министром Грузии при Саакашвили, он, по сути, проводил радикальные довольно либертарианские реформы, что позволили Грузию довольно экономически развить, дать Грузии возможность быстро экономически развиваться. Потом, правда, оппозиция Саакашвили пришла в ветки к власти и начала все портить, к сожалению, и начала прощать Грузию в полупостсоветскую страну, такую колонию России очередную. Кстати, в коалиции состоит, например, Ладо Гамсахурти. Он представляет военный комитет Кавказского Союза и одновременно будет баллотироваться депутатом в Грузии и, возможно, будет и президентом в Грузии, мы надеемся, в следующем, и в том числе будет способствовать объединению Кавказа, поскольку он состоит в Кавказском Союзе, а Кавказский Союз – это предполагаемая конфедерация Кавказских государств по принципу Евросоюза. Ну, может быть, более немножко в другом формате. И все-таки, нажмите кнопочку на микрофоне, и все-таки, в какой степени экономические различия создадут вот эту конфликтную ситуацию, которая приведет к столкновению регионов. Нас, к сожалению, и в России, и в соседних государствах, эта проблема очень серьезная. Нет абсолютно автономных регионов, которые могли бы существовать вне зависимости от, так сказать, из соседних регионов. Вы имеете в виду, я просто хочу вопрос правильно понять, вы имеете в виду инфраструктуру экономическую, которая объединяет страны, например, по-советски? Чувашия не граничит пока ни с какими государствами, соседними к России. Чувашия граничит с Татарстаном, с, так сказать, с какими-то другими регионами. И это ситуация конкуренции. Ситуация, когда автономность не реализуется без соглашения, без некоторой системы связей с соседними регионами. Это как с нефтепроводами, понимаете? Да, я это имею в виду, под экономической инфраструктурой. Для этого, да, у нас есть специальные проекты, вот, по примеру, Кавказского союза, это для Кавказа, а для Поволжского региона у нас это проект МОСТ. Он будет объединять, прежде всего, Поволжье, Урал и соседние макрорегионы. МОСТ – это свободная экономическая зона, по сути, без таможен, без пошлин. И, возможно, дополнительная опция в МОСТе – это свободная миграционная зона, но для тех, кто артифицирует дополнительный пункт, потому что не все, я думаю, насколько я знаю, готовы на это пойти. Вот, таким образом, мы, по сути, будем экономически граничить со всеми странами, которые граничат с МОСТом. Знаете, похожая ситуация была в России, когда Уральская республика реализовывала, не только Уральская республика, но в частности, реализовывала вот эту идею свободной экономической зоны, но там были вкрапления, вкрапления регионов коммунистических, которые не хотели рыночной экономики даже, которые хотели регулировать цены, которые хотели регулировать зарплаты, которые фактически отделялись от этих свободных экономических зон границами, запрещали импорт и экспорт товаров. Вот, это нас возвращает к вопросу о единой или не единой идеологии, концепции устройства государства. Понимаете, если у нас будут государства имперские вот в этих коалициях одновременно, имперские, коммунистические, левые, правые, то построить свободные экономические зоны просто не будет возможности. Вы не видите в этом опасности? Дело в том, что марксистская экономическая теория, она настолько давно была дискредитирована всеми возможными способами, начиная от теории до всевозможных практик, от Советского Союза, Камбоджи и Северной Кореи, что убедить современного строителя государства, повторять их опыт, это нужно, я не знаю, как нужно их убеждать, честно. Даже Китай эту ошибку не повторяет. Даже Куба, она мягче политику проводит, я не знаю, есть только вот совсем упоротая страна, по-моему, Туркменистан, разве что. Но, опять же, когда она появилась? Современные строители государства, они предпочтут посмотреть на криптовалюту, нежели на коммунистическую модель экономики. Даже современные правы, вот я, например, лично знаком с Денисом Вайтрексом, создателем русско-доброводческого корпуса, мы с ним общаемся еще задолго до создания РДК, и он со мной делился мыслями о том, что он вообще хочет создать, как он это назвал, русский Сингапур, то есть максимально свободный рынок, и так далее. То есть даже современные лидеры правых, я не знаю ни одного современного лидера правых, который бы был сторонником плановой экономики, либо какой-то зарегулированности в этом плане. Поэтому я, честно, не вижу в этом опасности. Но даже на всякий случай, если такие вот какие-то деятели появятся, есть у наших союзников в Антиперском блоке народов университет специально для обучения будущих государственных деятелей, где сейчас проходит обучение активисты и представителей различных национальных движений за независимость, чтобы понимать вообще, какую программу и что предлагает народу будущему, и что потом и как создавать. Собственно, ну и у нас тоже программа такая полноценная есть. Мы, как бы, ну лично я написал такую книгу «Террой манифест по экономике» еще в 19-м году, где я изложил то, как я вижу построение Минархийско-Либертарианского государства, а сейчас я, по сути, эту программу применяю к будущей Чувашии Ворско-Булгарии. Вот, и тут тоже есть такой нюанс, что поскольку мы деколонизаторы все-таки, мы не сторонники оставаться в резервации, и тут нет никакого имперского конфликта для нас, поскольку в случае возвращения в Ворско-Булгарию Самарской области, Ульяновской области, части Нижегородской области, части Оренбуржской области, эти территории все равно будут иметь статус либертарианский, то есть они будут входить в Булгарскую конфедерацию на равных условиях и будут иметь полную свободу, больший уровень свободы, чем, мне кажется, в любом русском, татарском или другом государстве. Поэтому мы предлагаем людям такие примеры, которые просто не позволят посмотреть на тот опыт, который дискредитирован всеми способами уже. Я рад вашему оптимизму, но коммунитарные идеи, вы уже сегодня говорили о том, что очень мощная пропагандистская компания, современная, смещает сознание людей, и они во многом не воспринимают реальность, как реальность, а воспринимают ее, как пропагандистские установки. Но вот эти коммунитарные пропагандистские установки, советские еще, они присутствуют в пропагандистской компании, присутствуют политические силы, достаточно мощное движение, и присутствует подсознание советского человека, хомо советикус, для которого вот это справедливое устройство мира, коммунистическое, социалистическое, оно единственно возможный вариант. У нас с вами есть пример, очень неприятный, это Соединенные Штаты, где власти оказались социалисты, и которые начали смещать систему ценностей американских, равные возможности, капитализм, свободный рынок, в сторону социалистическую. Президент Байден произносит слова равенства, так же часто, как произносил это, там, Леонид Ильич Брежнев, или Фидель Кастро, равенство, и модели, ну, такие, социалистические, коммунитарные, вводятся, и это видно по бюджету, вот, так что оптимизм ваш должен вас покрестиковать, Михаил, он не обоснован, значит, вы должны, да, вы должны, да, пожалуйста, важный, вы правильно озвучили, что люди в России смотрят не на суть, они смотрят на образ, они не живут в реальности, и поэтому их обрабатывает пропаганда, а пропаганда это образ, а не суть, и коммунизм у них это символ Советского Союза, фашизм у них это крестик, какая-то суть за этими силами стоит, им по боку, поэтому пропаганда работает, собственно, поэтому они, если захотят быть сильно коммунистами, они смогут нарядиться в коммунистов, конечно, но строить коммунизм они точно не будут, потому что они уже давно забыли, что это такое, по сути своей, для них это совершенно другое явление, скажем так, и, а те, кто помнят, что такое коммунизм, ну, они уже давно ничего не решают, ни на что не влияют, и им, не знаю, возвращение коммунизма не сильно-то интересно. Пенсионеры жалуются, разве что, может быть, будут, да и все, но они же не протестная масса, они не что-то, что на что-то влияет. Я, честно, не просто не вижу никакой силы, которая может коммунизм пойти строить, или что-то, какую-то плановую экономику, просто кто? Пласт населения, не знаю, какое-то, может быть, назовете регион, какой-то, где специфика такая, из населения. Я просто не могу увидеть их. Нет, ну, есть политические силы, достаточно мощные, и справедливая Россия, КПРФ, коммунистическая партия, они, в некотором смысле, все-таки присутствуют в нашем политическом пространстве, и очень активны, и очень агрессивны. я помню, это недавно было, всего там, 12 лет назад, митинг 12-го года, где выступали коммунисты. Это немного новый взгляд, специфический, когда речь идет не о строительстве коммунизма. Вот в сегодняшних условиях, это борьба с олигархами, это борьба с, ну, вот с этим выступали представители левых движений, коммунистической партии, и левых вообще, и центристов, левых центристов, в частности, и это звучало довольно громко, и это поддерживалось обществом, понимаете, и мы с вами, ну, опять, возвращаясь к Соединенным Штатам, мы видим, что значительная часть общества, даже в стране развитой, продвинутой, там, 40% демократической партии сторонников выступают за строительство социализма или внедрение элементов социализма в рыночную экономику, и это приводит, во-первых, к власти социалистов, во-вторых, извращает совершенно рыночную экономику, превращает ее в подобие, ну, советской экономики, с огромной инфляцией, с огромным государственным регулированием, ну, неужели вы это не видите по Европейскому Союзу? Я больше смотрю на суть, я вижу следующее, КПРФ и Справедливая Россия, это, управляются олигархами, и они кричат против олигархов, для того, чтобы получать больше голосов и сильнее контролировать население усиливая олигархов, как бы, поэтому я не вижу в них опасности плановой экономики, олигархам плановая экономика неинтересна, им интересна олигополия, скорее, и состоящая из этих олигархов, вот, поэтому они скорее к этому будут стремиться, и это больше опасно. в России сегодня полноценная рыночная экономика присутствует? Нет, она нигде толком ее нет, на самом деле, в чистом виде, она везде в относительном виде, и, ну, в России экономика больше полуплановая, полурыночная, ну, что-то вроде там, не знаю, Третьего Рейха, времена войны, уже, потому что в начале периода у них, по-моему, более либеральная экономика была, так что, что-то такое у России. Но, опять же, те идеи, что сейчас декварируются, ну, окей, на Западе, левые декварируют несколько, ну, больше идеи поддержки, типа, там, людей без возможностей, либо более угнетенных людей, и так далее, оно, понятно, дело, экономически вредит, и, ну, создает такие качели вправо-влево. Сейчас, как бы, в период войн, качели свернется вправо у всех, поскольку, ну, Трамп, он не сможет Третью Мировую остановить, он просто ее попытается, скажем так, он уступит просто диктаторам, если тот план, который озвучивается публично, будет реализован, но, по факту, я думаю, может быть, что-то другое будет делать, скорее всего. В любом случае, Третья Мировая будет, потому что Китай так хочет, на мой взгляд. И именно это будет сворачивать всех на право, европейцев на Западе и так далее. Либо либератарианство, либо в правых, которые там за нацию выступают, например, там разные правые сейчас уже появились. И здесь нету страха коммунизма. даже тот же Китай, он по факту использует модель Третьего Рейха, национал-социализма Гитлера, все, что там Гитлер декларировал, там сверхчеловека, они там делают, роботов, нации другие уничтожают, в концлагерях и так далее. Они, правда, это называют коммунизмом. То есть, я не вижу в мире вообще ни одного из страны, которая реализует политику того советского коммунизма. Сейчас коммунизмом что только не называют, либерализмом что только не называют. Сейчас все эти названия, и суть, оно все перемешалось настолько в кучу, потому что везде правит сейчас политический маркетинг. Ты вот что людям там навершаешь вапшу, какое красиво там, приподнесешь информацию, так ты как бы и получишь свою власть, по сути, свое влияние. Имеешь влияние на толпу, имеешь влияние там дальше, куда-то его продавать. Так же в мире все работает. Поэтому нету никаких идеологий идейных. Есть идеологии идейные только у революционеров. Но революционеры, они уже, ну, прошли те глупые революционеры, что строили коммунизм. Но нет уже их. И я таких не знаю, по крайней мере. Я знаю максимум тех, кто хочет косить под Евросоюз. Все. Но это, они себя либералами, правда, называют. Вы считаете, что модель Евросоюза, это не модель доминирования государства, сверхгосударства, глобалистская модель. Это что-то другое с вашей точки зрения? Я думаю, это коррупционная схема, просто красиво организованная и красиво проданная. И я конкретно не знаю, какие там кланы стоят за этим, но поскольку в этой схеме присутствует переспределение денег по всей Европе, то махинаторы там точно просто так эту тему не оставили, без своего влияния. Это просто невозможно. Понятно. Да. Давайте теперь поговорим об Украине. Вы все-таки в Украине сейчас. Насколько вы считаете возможным, необходимым остановка войны? Мне кажется, я выступаю очень резко за это. Я считаю, что до тех пор, пока доминируют социалисты в Соединенных Штатах, пока Украина не получает достаточно вооружений и политической поддержки, участвовать в конфликте, в войне с превосходящими силами, так сказать, России, просто глупость, бессмысленно. И этот конфликт, ну, хотя бы временно надо остановить. Да, с потерями, да, с компромиссами сложными, недопустимыми. Вот. Но надо останавливать, иначе эта война может закончиться во Львове. Вы в Киеве, кстати говоря? Где вы в Киеве? В Украине. В Киеве? Нет, эта война не закончится пока у власти Путин, потому что Путин не хочет и остановки. Ну, просто, вот поймите, что такое Путин? Путин – это не человек, обладающий прикольным сочувствием, когда ему радует хорошая жизнь других людей. Ну, вот явно не такой человек, правильно? Путин радует чужая смерть, Путин радует там чужие страдания, Путин радует там свое эго, его величие и так далее. Вот. Путин делает то, что его радует. Михаил, вы преувеличиваете его эмоциональную составляющую. Мы имеем дело с циником, который просто пытается сохранить свою власть любым путем с начала войны в Грузии, когда рейтинг резко упал. Теперь войной в Украине до этого противостоянием там с Крымом. Эмоциональной составляющей там нет никакой. Радости по поводу смерти там украинцев, ему это там хуже, ему это безразлично. Гибель людей, гибель детей, он сохраняет собственную власть, власть свою и своего окружения. Хорошо. Я просто, как вижу психологию психопата в данном случае, психопат, он как раз такой тотальный циник, который, в принципе, не испытывает эмпатии, и поэтому обладает достаточной просторы для цинизма тотального. Но есть нюанс. Психопаты любят власть. Власть над жизнями людей, власть над тем, умирают они или нет, это форма власти высшая, наверное, от которой психопаты испытывают именно удовольствие, как от получения власть. Ну, элементарно дофаминовое возбуждение, которое впитывает коксовый наркоман. И поскольку Путин, он прошел опыт садизма еще в КГБ-школе своей, ему ничто не мешает получать от этого удовольствие, в этом нет никакой проблемы. Нормальные садисты идут в БДСМ, как бы Путин БДСМ отрицает, предпочитает использовать политику для... Ну, просто обратите внимание, теракты близки к его дням рождения регулярно, почти каждый год. Именно те, которые организуют ФСБ. Потом теракты... Окей, не теракты. Даже фиг с ним. Окей, даже если мы безразличны. Я говорю, это все к тому, что даже безразличие, оно ведет к тому, что Путину неинтересно как бы останавливать войну, потому что он жертвует в этой войне жизнями людей, на которых ему плевать в лучшем случае, в худшем ему по кайфу. Так что из двух наших позиций мы все равно приходим к выводу, что не будет он ее останавливать. Ему нет в этом смысла. Ему есть смысл ее останавливать только тогда, когда он будет проигрывать. Он будет просить, пожалуйста, остановитесь. Пока он до него выигрывает, территории как бы захватывает всего за селом, жертвуя кучу людей из России, ему норм. Ему нет смысла останавливаться. То есть вы не считаете, что его предложение это искреннее желание остановить конфликт, поскольку он ну с точки зрения многих экспертов закончил, завершил ну вот ту стадию, которая позволяет ему контролировать ситуацию в Украине. То есть вы не считаете, что он искренне хочет остановить этот конфликт, и вы не считаете, что он будет остановлен до конца года? Путин готовится на долгий конфликт. Он все возможное делает, чтобы Россия продолжала войну. Она переходит, ну, очевидно же, на военной рельсе в долгую. То есть, грубо говоря, если Путин раз резко захватывает Украину каким-то чудесным образом, он непременно эту военную машину, которая уже создалась, горит и хочет новых жертв, будет дальше продолжать свою деятельность. Тем более, что Путин же не в одиночку это будет делать в мире. Еще и Китай подключится, Северная Корея по своему фронту подключится, Венесуэла у нас имеется, Киран, ну, и так далее. Его предложения любые, понятное дело, просто политическая игра, в которую он метает как бы отвлекающими маневрами, что вот пообсуждайте это, подумайте об этом, я вот такой миротворец, я хороший, я добрый и все такое. А так, ну, нет, понимаете, лично Путин, он чем может жертвовать? У него денег лично своих достаточно. Он как будет обворовывать страну, так обворовывает. И все, чем он жертвует, он жертвует россиянами и их жизнями, их деньгами. И пока россиян это устраивает, пока они не собираются с этим что-то радикально делать и менять, это будет продолжаться. Вот. Но поскольку находится все больше россиян, которые хотят радикально что-то менять, мы создаем для них инструменты в рамках коалиции, чтобы у россиян были шансы этому всему противостоять. О них тоже можно как-то рассказать подробно. Хорошо. Спасибо большое. Мы с вами почти час проговорили. Михаил, давайте продолжим. Это очень интересная беседа. Ваша идея о том, что война будет продолжаться долго, интересно. Я не думаю, что она основана на реальности, но у нас будет возможность убедиться в вашей правоте или в моей правоте в самое ближайшее время. Спасибо большое. Давайте продолжим. Хорошо. Спасибо.